Как научиться планировать и прогнозировать на более долгий период, если изначально в эти цели не веришь, так как все меняется очень быстро? Значит, ну, во-первых, надо понимать, что в любом случае, что бы вы ни планировали, любые изменения, это только кажется, что мы можем придумать будущее и туда двигаться. Мы так не можем, это нет. Потому что в любом случае случится все, что угодно. Понимаете, не ковид, понимаете, не понос так золотуха. Это только кажется, что мы можем вот так вот с уверенностью сказать, что там будет происходить через какое-то... Вот сколько вы проживете, лично вы? Вы думаете, что вы знаете. А нас, знаете, здесь не одна тысяча человек, я вам должен сказать, и вряд ли все мы доживем согласно своим планам. Это веселье начало выгонять. Но это я строгость, строгость. Это не строгость. Невозможно планировать. Вот так, быть уверенным. План нужен не для того, чтобы он случился. План нужен для того, чтобы вы сейчас могли действовать. Там, если ситуация поменяется, вы будете корректировать планы. Но если у вас нету плана, нету целей и задач, которые за этим стоят, про которые вы уже сейчас думаете, которым вы уже сейчас готовитесь, которым вы, как бы, обманывая время, перебегаете туда раньше, вы сейчас ничего не сделаете. Я вам почему рассказывал про этот стопор, который возникает, кого подходит. Потому что вы не можете перепрыгнуть, потому что психологически вы еще не взяли эту высоту. Поэтому план обязательный. Может, поменяется. Поменяем планы. Но мы же жизнью не управляем, в глобальном смысле. Погоду вы же не можете делать силой мысли. Если кто-то может делать свободу мысли, я ориентируюсь. Мы не можем делать погоду силой мысли. Мы не можем ковид силой мысли уничтожать. Мы не можем силой мысли влиять на внешние обстоятельства. Но мы должны на себя влиять. Для того, чтобы себя иметь в той форме, которая адекватна к новым и новым испытаниям, которые нам сыпятся на нашу голову. Поэтому, да, меняйте, а что? Он хорошо. Тем больше меняется, тем на самом деле, как это, больше бодримся. Кризис – это что такое? Это естественный отбор, я вам скажу. Опять строго говорю, невесело. Но это правда. Понимаете? То, что вы или как-то поймете, что это надо переживать. Вот помните это? Я сейчас вспоминаю эти раз все плохие годы. 90-е, первые, там вот это все, безобразие. Ленег нет, работы нет, ничего. Ну что, одни ложились под диван и помирали там. Ну, фигурально выражаясь. А кто-то говорит, ну ладно, и пойду, и на королейшу, и буду делать, и так далее. А что? Какие есть варианты, понимаете? Мир нас предлагает взять высоту. Кто-то возьмет, кто-то не возьмет. Но тут зависит от того, вы-то как, вы что? Вы себе на себя собрались руки положить, ничего не делать. Что-то творить нельзя так. Наоборот, наоборот, бодриться, собираться, двигаться вперед. Ну что? А чем хуже, тем надо активнее двигаться. Это что? Я Америку открою. Да нет, это уже, ну, даже здравый смысл, так говорит. Не только доктор Попад. Вот, поэтому если сложно, ну, то тем более, тем более бодрость и духа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!